Генеральный партнер программы Головные новости Болховский завод полупроводниковых приборов. Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Мне по душе, по сердцу рисовать и изображать животных. В коробке с карандашами вместятся даже звери. В Орле открылась персональная выставка анималиста Сергея Строганова. Одно из самых важных политических событий года прошло в столице. Большой пресс-конференцией президента Владимира Путина приняла участие съемочная группа Первого областного. Самые важные заявления главы государства. Далее в нашем материале. Это событие сегодня под номером один в России и за рубежом. В центре международной торговли на Краснопресненской набережной президент Владимир Путин провел предновогоднюю пресс-конференцию. В этом году в НИИ было заявлено рекордное число журналистов. У нас здесь работает несколько съемочных групп. И у каждой группы подготовила свой вопрос. И даже друг другу мы его не раскрываем. Есть два вопроса. Первый про Ельцин-центр у нас в Екатеринбурге. Это музей первому президенту. И второй касается бродячих животных. Традиционно в числе участников пресс-конференции орловчане. Сотрудники двух телеканалов и газеты «Орловская правда». Первое областное представляла съемочная группа Сергея Сергеева. Пожалуй, это самый главный разговор уходящего в 2016 года. Один президент и более полутора тысяч журналистов со всего мира. Федеральные СМИ по традиции интересуют вопросы международных отношений России и стран с рубежья. Региональные, как всегда, внутренние проблемы. Встреча президента и СМИ – это уже традиция. Самая продолжительная беседа состоялась в 2008 году. Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В 2015-м – 3 часа 8 минут. В этом году общение главы государства и журналистов длилось 3 часа 50 минут. Представители федеральных и региональных СМИ, а также их зарубежные коллеги, получили ответ на самые злободневные вопросы. Радио «Странсмайка», Вести ФМ и Радио России. Владимир Владимирович, заканчивается год, и хотелось бы понять, в каком состоянии находится российская экономика. Я вот взял здесь, нетрудно догадаться, самые последние данные. Вчера мы только с коллегами, с экспертами, с некоторыми сидели, их рассматривали. Итак, основной показатель ВВП страны – в прошлом году у нас был спад 3,7%. В этом году будет тоже небольшое снижение, но это уже не 3,7%. Мы думали, что это будет где-то около 1%, потом скорректировали, сказали, что это будет где-то 0,7%, потом 0,6%. За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП в стране. И, скорее всего, погода у нас и будет минус 0,5-0,6%. За счет чего происходит этот рост? За счет роста в некоторых отраслях реального сектора экономики. Среди тем обсуждений экономика, внутренняя и внешняя политика, ситуация на Украине и многое другое. Как всегда, были сделаны знаковые заявления. Сложно назвать тему, которая бы не интересовала журналистов. Меня зовут Нейтан Хадж, я шеф-бюро газеты Wall Street Journal. Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента? Еще второй вопрос. Как в какой стране? В Российской Федерации. Я сразу скажу, возможно, но нецелесообразно. Почти за 4 часа президент ответил на вопросы 47 журналистов. Наталья Пехтерева, Сергей Сергеев, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. Развитие экономики и привлечение инвестиций. В областной администрации обсудили перспективы развития Центра компетенции управления проектами в сфере АПК, а также создание проектных офисов в органах исполнительной государственной власти. О нововведениях расскажет Наталья Чунина. Инвестиции на благо развития Орловской области. Работа уже действующих проектов дает положительные результаты. Мы выполняем все показатели по доле инвестиций в структуре валово-регионального продукта. 26%. Выполняем планы показателей, которые равняются 25%. Уверен, что у нас есть заделы, которые позволят нам и в 2017 году развиваться достаточно интенсивно. Развитие структуры проектных офисов сегодня ключевая задача. На заседании президиума инвестиционного совета Орловской области обсудили реализацию 11 приоритетных направлений. Это здравоохранение, образование, ипотека, арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода и экология. Здесь мы обязаны сформировать проектные офисы по данным направлениям и войти в соприкосновение с федеральными проектными офисами, каждый в своей части. Как говорят участники, масштабный проект в конечном итоге позволит повысить уровень жизни орловчан. Правительство Орловской области готово присоединиться к федеральной системе и предоставить структуру развития проектных офисов в регионе. Мы по всем этим группам и показателям поставить задачи в своих отраслях для того, чтобы мы, несомненно, к концу 2017 года пришли к тем численным показателям, которые установлены для нас, Российской Федерации. В ближайшее время в Орловской области будет создан центр компетенции управления проектами в сфере АПК. Это центр компетенции, где в первую очередь должна быть создана качественная, на мой взгляд, методическая, учебно-методическая, правовая отчасти база для успешного внедрения подходов проектного управления в отрасли агропромышленного комплекса. И этот центр компетенции со временем должен работать не только на то, чтобы повышать квалификацию специалистов нашего региона, а еще лучшие наработанные практики, что называется, распространять коллегам других регионов. То, о чем мы говорим, это наше будущее. Будущее для Орловской области, будущее для нашей ассоциации, для Академии госслужбы. Это будущее для нашей страны. У нас в стране широко сейчас внедряется в госуправлении современное управление проектами и программами. Оно внедряется в субъектах федерации. Но это общее внедрение. А наша совместная идея, ее суть, ее изюминка, именно в отраслевой специфике. Площадкой будущего проекта станет Орловский филиал «Ранхикс». Я думаю, что наш пилотный проект, как я понимаю, Орловской области, он должен получить нормальное развитие. И мы со своей стороны, как представитель непосредственно науки, сказал бы, в этой части, отработаем его сполна. И я думаю, что будет сотрудничество взаимно выгодным. И я думаю, результаты будут налицо, скажем, в ближайшее время. Наталья Чунина, Сергей Руднев, Олег Фомин, телеканал «Первый областной». Совет руководителей промышленных предприятий теперь будет работать в новом формате. Первое заседание Координационного совета состоялось 23 декабря. Главной темой обсуждения стали результаты работы промышленного сектора региональной экономики. Наталья Пехтерева подробнее. Формат меняется, а вместе с ним и подход к решению проблем. Сегодня мы даем старт новому проекту. Мы проводим наше первое заседание в новом формате Координационного совета по промышленности. В области промышленности у нас есть и некоторый спад по итогам 2016 года. Тем не менее, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленности по Орловской области составил 112,3%. Это выше к уровню, к аналогичному периоду 2015 года. Продолжил подведение итогов года зампред Игорь Козин. 2016-й ознаменован стартом ряда проектов. Один из них на заводе «Левгидромаш». На заводе «Левгидромаш» в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь цеха сборки механообработки насосов, осносить его современным технологическим оборудованием. Этот год снова прошел под негласным девизом «Спасти дармаш». Было принято решение о реализации пяти бульдозеров, предварительной стоимостью 30 миллионов рублей за счет покошения задолженности по зарплате перед работниками предприятия. 26 декабря текущего года состоит заседание арбитражного суда Орловской области, на котором будет заслушан отчет временного управляющего за удармаш о ходе проведения процедуры наблюдения и результатах анализа финансо-хозяйственной деятельности предприятия, о котором мы все узнаем. Обратился на меня собственник предприятия «Воропаев» Виктор Викторович с вопросом помочь предприятию обратиться на руководство «Уралвагонзавода», чтобы оно включилось в ситуацию стабилизации этого процесса, который там не то что стабилизация, а как-то вытаскивает бегемота из болота, потому что в сегодняшней ситуации экономический завод находится очень сложный. У меня состоялся телефонный разговор с Сиенко Олегом Викторовичем. В принципе, понимание существует, сейчас мы согласовываем с ними документы определенные, чтобы получить поддержку на федеральном уровне, и «Уралвагонзавод» включился в ситуацию спасения этого предприятия, потому что без такого государственного монстра на сегодняшний день вытащить удармаш будет очень сложно. Живой пример того, что замалчивание проблем ни к чему хорошему не приведет научприбор. На предприятии уже сократили почти 40 человек. Уровень реализации продукции падает. Так, например, в сравнении с 2015 годом объем производства снизился на 35%. Налогов на прибыль от этого предприятия в УФНС не видели давно. Если дохода нет, откуда налоги? Нужно предпринять все меры, чтобы научприбор не стал вторым дармашем, говорит Вадим Потомский. Мы с этим предприятием ближе к 20 января отдельно проводим все заседания, смотрим и берем его просто под абсолютный контроль. Все там наличие 26%. В том числе и по тем заказам, и в тех конкурсах, тендерах, в которых предприятие может участвовать. Слава Богу, здесь такая возможность есть. Здесь хоть какое-то процентное участие. Глава УФНС Сергей Маркевич напомнил уже всем представителям сферы. Всякого рода махинаций и серые схемы не пройдут. Я хотел бы обратиться ко всем здесь присутствующим и сказать, что если у предприятия налоговая нагрузка будет соответствовать требованиям Федеральной налоговой службы, то мы на это предприятие никогда не придем. Выездная налоговая проверка проводиться там не будет. Но если же, скажем, предприятие не будет платить в бюджет, и в первую очередь в бюджет Орловской области, ну, то, как говорится, если вы нас не слышите, то мы едем к вам. Губернатор Вадим Потомский еще раз подчеркнул, двери правительства открыты. Глава региона лично готов встретиться с каждым руководителем завода. Главное, чтобы движение к поиску решений было совместным. В финале совещания заместитель губернатора Вадим Тарасов представил новый формат будущего взаимодействия. Это трехстороннее соглашение между региональной властью, профсоюзами и промышленниками. Речь идет об установлении средней зарплаты 12-14 тысяч рублей. Проблема есть, и одним из способов решения как раз предлагаю заключение такого соглашения. Опять же говорю, те предприятия, которые считают нужным не присоединяться к этому соглашению, пожалуйста, официально дают свое предложение, что они к нему не присоединяются, и на него действие этого соглашения будет не распространяться. Но считаю, что мы обязаны такое соглашение заключить уже в январе месяце. Торжественности координационному совету добавила церемония награждения. Названные победители конкурса программы «100 лучших товаров». Наталья Пехтель, Василь Сергея Роднев, телеканал «Первый областной». Агрария региона также подводит итоги уходящего года и намечает планы на будущее. В Верховском районе прошел семинар-совещание по вопросу повышения эффективности молочного скотоводства. Встреча прошла на территории ЗАО «Славянская», читающейся одним из сельскохозяйственных флагманов области. Анна Маричева подробнее. В сфере молочного животноводства в регионе в уходящем году был реализован целый комплекс мероприятий. Более 25 предприятий приняли участие в программе по улучшению кормовой базы, искусственного осеменения коров, обновлению машин и многому другому. Сегодня, несмотря на все сложности у молочного животноводства, Орловской области большой-большой потенциал. Это и потенциал по росту продуктивности животных, а соответственно экономике при прочих относительно равных затратах. Это и потенциал по расширению тех производственных площадей и мощностей, которые есть. После резкого падения волового производства молока, которое наблюдалось несколько последних лет, ситуация стабилизировалась. В этом году показатели вышли на уровень с 2015-м. У нас с вами есть колоссальные резервы, в том числе и по повышению продуктивности животных, по их генетическому потенциалу, потому что мы знаем, что сегодня средний надой, который составляет примерно 4 800 по области, но это уже не 3, уже не 4, но еще есть к чему стремиться. Молочникам пора кооперироваться. Ряд хозяйств находится в зоне риска, об этом рассказал Дмитрий Бутусов. Из-за своей неэффективности они могут исчезнуть с рынка. Таким предприятиям будет уделено особое внимание. В этом году изменилась система поддержки. Регион получил право самостоятельно расставлять приоритеты, то есть средства в большей степени отправлять туда, куда правительство области посчитает нужным. Сегодня край надо развиваться. И рынок, сегодня проблем с молоком особенно нет. Но когда рынок другие займут, нам лучше до этого, еще десяток лет, рынок самим занят. И защищать свой рынок. Перед местными аграриями на сегодняшний день стоят две задачи. Сохранить и повысить эффективность того, что есть, и создавать новые производственные мощности. Это даст рост и развитие отрасли производства молока в регионе. Анна Маричева, Владимир Назрачев, телеканал Первый областной. Губернатор Орловской области Вадим Потомский обозначил ряд первостепенных задач на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В частности, речь шла о результатах расследования затяжных уголовных дел и неотвратимости наказания. Фигуранты должны полностью возместить государству, нанесенный материальный ущерб. В центре внимания также были вопросы организации профилактической работы. В продолжении темы о профилактике коррупционных правонарушений говорили на заседании Общественного совета при управлении областной налоговой службы. Среди ключевых тем обсуждения были и итоги работы за 11 месяцев. Цифры поступления в бюджет местные и региональные, они в очень хорошем темпе поступления происходят. То есть порядка 140 процентов. По налогу на прибыль 112 процентов. У нас на сегодняшний день по НДФЛ на сегодняшний день составляет порядка 103 с небольшим процентом. Хочу сказать, что особенно для нас был больным налог по НДФЛ, потому что на начало года, когда только я заступил в эту должность, поступление по НДФЛ составляли порядка 98 процентов. Напомним, Общественный совет при УФНС был создан в июле 2012 года. Его члены – журналисты, врачи, деятели искусств и представители бизнеса. Они собираются несколько раз в год для обсуждения наиболее актуальных вопросов. В минувший четверг в Покровском районе произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Авария произошла на 59-м километре трассы Орел-Тамбов. Столкнулись МАЗ и ЛАДО 15-й модели, в которой находились сотрудники дорожной полиции. По словам очевидцев, впереди идущий грузовик резко затормозил, лиховушка была вынуждена выехать на встречную полосу и, столкнувшись с МАЗом, вылетела в кювет. С многочисленными ранениями патрульных доставили в Покровскую ЦРБ. Как сообщили в Следственном комитете, травмы оказались несерьезными, сотрудников ДПС опустили домой. Уголовное дело возбуждаться не будет. Вечером того же дня произошла еще одна авария на 15-м километре автодороги Орел-Брянск-Смоленск. ДТП произошло в Урицком районе, рядом с деревней Ледно. На трассе столкнулись грузовой автомобиль «ДАВ» и легковушка ВАЗ-2112. Пострадавшего водителя «Лады» доставили в областную клиническую больницу. На федеральной трассе М2 также произошло ДТП. К счастью, это уже была легенда масштабных учений. Участниками условной аварии стали пассажирский автобус с легковой и грузовой автомобилем. Впоследствии устраняли сотрудники МЧС, ГИБДД, а также специалисты скорой и медицинской помощи. На участке дороги силами сотрудников ДПС было приостановлено движение транспорта. Пассажиры автобуса получили травмы и находились в бессознательном состоянии. Прибывшими сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части им была оказана первая помощь. Затем пострадавшие были переданы медикам. В рамках данной тренировки мы дополнительно отработали вопрос ликвидации автомобильных заторов и обеспечения необходимых минимальных вопросов жизнеобеспечения того пострадавшего населения, которое находилось в этом заторе. Отработан также элемент развертывания вертолетной площадки на случай экстренной эвакуации тяжело пострадавших больных посредством воздушного сутка. И отработали вопросы в связи с поступившей новой техникой на вооружение специализированной пожарно-спасательной части, элемент колодорцикла, который позволяет достаточно быстро, украшать сроки и в любые погодные условия добраться до того или иного автомобиля в зависимости от удаления на затор, который оказался. Как уверяют спасатели, учения позволяют своевременно разрабатывать методы реагирования экстренных служб на подобные ДТП. Партнер программы «Главные новости» Цирк «Триумф». 24 декабря по 8 января Цирк «Триумф» приглашает на грандиозное представление в Грин-центр. Купи билет и получи шанс выиграть с Киарео! Залегощинскому Дому культуры 26 декабря исполнится ровно два десятка лет. Правда, несмотря на годы работы, полноценным ДК. Это здание вряд ли кто осмелится назвать. Моя коллега Виктория Юркова лично в этом убедилась. На этом месте был типовой Дом культуры. В 1956 году постройки был небольшой на 180 мест, но у нас по области такие есть. В частности, в Красной Заре одинакового проекта. Но в 1991 году его здесь Дом культуры, он пришел в аварийный, можно было бы ремонт хороший сделать. Но приняли решение, что его снесут и на этом месте будет построен хороший современный Дворец культуры. Разговоры остались на уровне разговоров. Вот уже 20 лет на этом месте стоит металлический ангар. Люди в нем не собираются, даже местные артисты не выступают. Помещение в 700 квадратных метров. Не протопить. Подготовили в 2014 году проектно-смертную документацию. Получили положительное заключение, где предусмотрено здесь на 315 человек зрительный зал, кружковые залы, подведение воды, канализации, обустроенный нормальный Дом культуры. В понедельник на заседании правительства региона глава района Виктор Брежнев озвучил данную проблему губернатору. Виктор Николаевич, чтобы не получилось так, когда будем планировать его на 2018 год, по СД ваши все сроки пройдет, экспертизы. Пересогласовать придется. Поэтому пересогласуйте, а на 2018 год будем включать. Новый полноценный Дом культуры – это хорошо, но еще бы школу привести в порядок. Тем более, что она того стоит. Состоящая из пристроек, возводимых в разные годы, конструкция ветшает на глазах. Главная школа района, большая очень, по размерам. Посмотреть бы, у меня проблемы с кровлей, но и внешний вид ее. Мы своими силами вторую школу, остальные школы, мы закупили во все школы котлы новые, к отопительному сезону, во все. По одному котлу мы купили резервники. Не дай бог, что случится зимой, мы перестрахуемся. Там полшколы старая, а пол новая. То есть половина плоская, половина шатровая. Сейчас вы что-то проще, деньги на кровлю? Да. А на часть той кровли нужны не менее 7 миллионов рублей, говорит директор учреждения. Латать дыры после каждого дождя здесь уже устали. На данный момент крыша – это одна из наших самых, так сказать, больных проблем. Если уж быть совсем откровенной, то менять надо всю крышу. Но вот в актовом зале, она у нас… Актовый зал – это место, где дети проводят очень много времени, где все мероприятия, праздники проходят. И, конечно, когда вот такая ситуация, когда мы постоянно подкрашиваем, подновляем, а крыша течет и течет, конечно, нас она не устраивает. На сегодняшний день планируется, что в следующем году в школу зайдет инвестор. И в рамках энергосервисного контракта образовательные учреждения приведут в порядок. Виктория Юркова, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной». Общественный и Молодежный парламент вновь приступил к работе в обновленном составе. Главными вопросами повестки дня первого заседания стали избрания председателя и его заместителей. В свою очередь старшие коллеги выступили с напутственным словом и обозначили фронт работы. Сергей Буковский, расскажите. Молодежный парламент нового созыва провел свое первое заседание. В его работе принял участие председатель областного совета Леонид Музалевский. Вы должны, просто обязаны учиться парламентаризму, учиться и понимать политические процессы нашего региона. Прошлый созыв нашего молодежного парламента очень активно работал и в комитетах, и на заседаниях Орловско-областного совета народных депутатов. Участвовали во многих мероприятиях, в том числе, конечно, и патриотически направленных. В своей приветственной дечи Леонид Музалевский отметил, подводя итоги работы за прошлые годы, что на счету областного молодежного парламента много хороших и полезных дел. Это и участие в благотворительных и экологических акциях, проведение различных фестивалей и конкурсов, поисковая работа, от молодых парламентариев нового созыва ждут не меньшего. Мы от вас ждем активных действий, активной работы, в том числе, предложений и поправок в наши законы. Мы готовы их рассмотреть и вместе с профильными комитетами областного совета, конечно, принимать те или иные решения. Еще были вынесены благодарности ряду орловских организаций за помощь в реализации инициатив и проектов молодежи. Кроме того, на заседании был избран новый председатель молодежного парламента и его замы. Председателем стал Леонид Морозов, директор от Радинской средней школы. Сергей Быковский, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. Накануне столичный художник Сергей Строганов прибыл в Орел, где открылась его персональная выставка. 44 картины, выполненные карандашом, пробудут в залах музея ЗО до 26 февраля. Каждый художник выбирает для себя какое-то... рисует то, что ему по душе. Мне по душе, по сердцу рисовать, изображать животных. Они мне ближе. Поэтому исключительно только их вот... И рисую давно уже, то есть с детства. В основу выставки, получившей название «Отражение», легли карандашные работы, иллюстрации к басням Изопа и Ла Фонтена. Сам мастер считает эту выставку новой страницей своего творчества. Сейчас я работаю над проектом, который будет посвящен исчезающим видам животных. Это и амурские тигры, и панды, и дальневосточные леопарды. И на этом все. О важном и интересном сообщайте нам по телефону 76 10 28 и 508 0 88. Это телефон нашей горячей линии. Также пишите на наш сайт obladin.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Развлекательный комплекс Болховского завода полупроводниковых приборов приглашает провести предновогодние и новогодние корпоративные вечера. Зал торжеств на 300 мест. Изумрудный зал на 100 мест. Египетский зал на 50 мест. ВИАПИ-кабинеты. Домашняя кухня, оригинальные блюда, выпечка собственного производства. Погребок купцов голубиных с баней и бильярдом. Насладись полной мере атмосферы праздника. Город Болков, улица Ленина, дом 18. Звоните 8 953 819 19 19. Ждете чудес на Новый год? Супермаркет Порядок поможет вам исполнить ваши желания. Мультиварка Redmond – 2 990 рублей. Сервис столовый Luminarc – 1599. Напор столовых приборов Danix – всего 1899 рублей. Супермаркет Порядок. Сравните наши цены. Натяжные потолки от компании Profil.com. Тургенево 16. Телефон 78 0978. Художественная мастерская. Дорого покупает изделия из янтаря. Площадь Мира 3. Дом быта. Первый этаж. Офис 93. Телефон 50 79 59. Как бы вы ни старались, вы не сможете стать маленькими. А наши цены могут. Скидка 50% на второй набор Лего. Дочки-сыночки. Орловский городской центр культуры приглашает на новогодние музыкальные представления. Волшебник изумрудного города и чудеса Деда Мороза. Телефон 72 35 76. Цена билета 250 рублей. Сенсация! Сенсация! Динозавры теперь в Орле. Экспозиция приведет в восторг не только маленьких посетителей, но и их родителей. Ждем вас. ТМК Грин. Первый этаж. Новогодние подарки в магазине Швейный мир. Все. От швейной и вязальной машины до изящных шкатулок. Скидки. Подарки при покупке швейной машины. Отличная идея. Новогодний елочный базар. Огромный выбор елок и сосен. Молдавская, 23 и улица 5 августа. Звоните 48 63 87. Новый магазин Second Hand Stock по карману с 15 по 30 декабря дарит своим покупателям скидку 50% на весь товар. Ждем всех по адресу. Город Орел, улица Гагарина, дом 23. Первый этаж, Тойцы Вятичи. Рождественское шоу животных. Танцы с собаками. Контактная зона. Лечебный кошек. Ждут вас 24 и 25 декабря в ТМК Грин Крамское шоссе 4. Подпишитесь на газету Орловская правда и получите супер приз. Турпутевку в Санкт-Петербург от туристической компании Жемчужина, а также другие призы. Желаю удачи Орловской правде и процветания. 24 декабря в 14 часов в торговом центре «Малиновая вода» состоится традиционная акция среди подписчиков Орловской правды. Для участия пришлите копию подписного абонемента в редакцию и приходите на акцию. Желаем удачи! Аллергия на холод? На пыль? На любимого кота? Будьте здоровы и не чихайте на аллергию. Магазин «Чистый дом». Приходите, поможем. Орел, Октябрьская, 62. Телефон 6302-33. Новости Орловской правды. Генеральный партнер программы – сеть магазинов «Провкосмо». Видеть красоту в себе, радоваться отражению. В центре красоты – «Провкосмо». Все направления бьюти в одной точке города. Тысяча квадратных метров на пользу красоте. «Провкосмо». Тургенева, 37. И теперь более развернутый прогноз погоды. Днем в Амцинске до минус 1, пасмурно, днем снег. Ночью температура минус 4 градуса. В Ливнах минус 1, переменная облачность и небольшой снег. Ночью мороз до минус 6. В Болхове пасмурно, небольшой снег, мороз до минус 1. Ночью минус 3. В Орле снег пасмурно. В течение дня температура 0 градусов. Ночью минус 3. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. И атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Что выше нормы. На сегодня это все о прогнозе погоды на 24 декабря. Оставайтесь с нами. Наши партнеры. Ювелирная сеть «Золотой Орел». На все украшения действует скидка до 35%. Цирк «Триум» с новой программой «Карнавал животных». Одежда ведущей предоставлена салоном женской одежды «Папилио». Желаю вам всегда хорошей погоды. Берегите себя. Видеть красоту в себе. Радоваться отражению. Быть в центре внимания. В центре красоты «Профкосмо». Все направления бьюти в одной точке города. Визажный зал. Барикмахерский салон. Кабинет шугаринга. Косветология. Магазин косметики и фирменных товаров. Студия обучения. Место, где работают профессионалы. Целая тысяча квадратных метров на пользу красоте. Центр красоты «Профкосмо». Тургенева, 37. Ювелирная сеть «Золотой Орел». Представляет известные российские бренды. На все ювелирные украшения действуют скидки до 35%. При покупке на сумму более 7 тысяч рублей. Ценные подарки. 24 декабря по 8 января. Цирк «Триумф» приглашает на грандиозное представление в «Гринцентр». Купи билет и получи шанс выиграть в «Ски-Орел». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова